Съемочная группа из Китая приступила к съемкам документального фильма о Болтае, который покажут на центральном телевидении Поднебесной. О чем будет эта кинолента и что ляжет в ее основу и почему вообще у иностранцев возникла идея создать фильм о нашем регионе? Спросим у автора и создателя проекта, организатора Натальи Матвиенко и зарубежного гостя Джуси. Джуси, ну первый вопрос вам. Зная, что вы решили снимать фильм о Болтае, именно вы, почему? Почему? Поскольку сам очень люблю путешествовать, и у меня туристическое агентство, которое вывозит людей именно в такие места, которые не пользуются популярностью. Я очень люблю Россию, и мне захотелось рассказать своим соотечественникам о том, какие еще есть интересные места в России. О каких еще регионах России вы планируете рассказать в своем фильме? Фильм будет многосерийный, но в первую очередь мы уже провели съемки в Дагестане, в Чечне, в республике Калмыкия, в Астрахане. Сейчас мы находимся в Алтайском крае, дальше мы поедем в республику Алтай, затем поедем в Иркутскую область снимать озеро Байкал. Дальше мы переждем зиму и поедем снимать Ямало-Ненецкий автономный округ, Крымск, а еще Камчатка. Наталья, вы как организатор помогали определить места для съемок, точки съемок? Кого снимать конкретно? Какие объекты? Естественно, когда Джуси обратился ко мне с таким интересным предложением на съемках фильма, он сам по себе очень начитанный человек, очень много знает о России, знает нашу культуру, знает наших поэтов. Я сама поражена тем, его глубиной знаний. Но вот именно что можно посмотреть в России, вот именно в отдаленных уголках, естественного понимания не было, поэтому маршрут мы вместе обсуждали, вместе его планировали, куда поедем. Но съемки у нас проходят таким образом, что мы не придерживаемся какого-то очень строгого графика, строгого плана, что вот именно смотрим только это и больше ничего не смотрим. Мы приезжаем на место, мы знакомимся с местными людьми, и они уже нам рассказывают, что у них есть интересного, куда нужно обязательно сходить, с кем нужно обязательно пообщаться. Джуси, вопрос вам. В Алтайском крае вы уже приступили к съемкам? Что скажете о красотах Алтая? Люди вам понравились? Поскольку мы приехали в Сибирь только вчера, сегодня мы с утра были в стрелковом клубе, смотрели охотничьи угодья, такое интересное направление для туризма. Завтра мы планируем выезжать в Республику Алтай, проведить там съемки. Очень интересно было бы снять именно культуру нацменьшинства, их образ жизни. Поскольку я здесь всего второй день, я смогу сложить уже общее впечатление, как после окончания съемок, когда я здесь побуду подольше, посмотрю больше, познакомлюсь с большим количеством людей. Но пока могу сказать, что люди здесь гостеприимные и отзывчивые. Когда киноленту будут транслировать в Китае? Вопросы ли вам или вот вам? Вместо будет идти монтаж и в дальнейшем будет запуск. Жители России смогут оценить результат? Конечно, будет такая возможность. В первую очередь мы его переведем на русский язык, обязательно сделаем титры. А в дальнейшем посмотрим, может быть, и русские СМИ заинтересуются в трансляции этого фильма. Я думаю, этот фильм, конечно, будет пользоваться популярностью, потому что все регионы, в которых мы уже побывали, задают мне тот же самый вопрос. Ну когда? Когда мы сможем уже увидеть? Потому что, на самом деле, тема очень актуальна и интересна. Отношения с Китаем развиваются молниеносно сейчас во всех сферах сотрудничества. Все, Россия, Китай – это добрые друзья и хорошие партнеры. Поэтому тему, которую он выбрал, показать Россию именно в полном объеме, не только Питер, Москва, это очень интересно, я думаю. И как для китайцев, так и для нас. То есть посмотреть, как они действительно нас увидели, как они оценили и какими они нас видят. Потому что я знаю, что в Китае сейчас бутует мнение, что у тех людей, которые не были в России ни разу, они нас называют «джэндоу минзу». Это с китайского переводится как «боевая нация». Она имеет не только позитивный окрас, но и негативный. Что это значит? Это значит, что русская нация, люди боевые, готовы вступить в драку в любой момент. Поэтому задача «джуси» как раз немножко развеять вот этот миф. В душе они очень добрые, очень гостеприимные. В общем, мнение поменялось. Да, и финальный вопрос. Вот вы как чувствуете? Вы уже сказали, что вы руководитель турагентства и привлекаете путешественников в какие-то такие нераспространенные места. Алтайский край имеет перспективу как в туристическом меге? Конечно, безусловно, это место очень привлекательное для китайцев. Я уже сейчас пока здесь нахожусь, я делаю там небольшие отчеты у себя в Вичат, это социальная сеть китайская. И у меня уже там забрасывают вопросы, что ну как там, ну как там, ну расскажи, а что там интересного есть, а куда там можно сходить, а что там, а какие там люди. Самый главный вопрос, это вопрос безопасности. Поскольку есть вот это бытует мнение, что боевая нация, то они считают, что самые безопасные места это Москва и Питер. А вот остальные регионы побаиваются. Поэтому вот задача именно развеять миф о том, что здесь небезопасно, показать, что здесь абсолютно безопасно, сюда можно приезжать. И естественно, когда выйдет фильм, будет обеспечен большой поток туристов именно в Алтайский край. Спасибо вам за это интересное интервью. Творческих вам успехов!